Три ступени есть. Три! Дай Бог, чтобы каждая из них была для нас известна и исполнима. Первое. Когда что-то случается, ни в коем случае никого не обвинять в том, что произошло. Ни Бога не хулить. Ни соседи, ни сослуживцев, негодяи подставили ножку, донесли несчастные предатели и так далее. Ну, ясно, шквал. Ни в коем случае воздержись и не вздумай богохульствовать, Господи, за что мне такому хорошему послал это. Это первая ступень. Ни в коем случае никакого ропота против Бога и никаких обвинений против других людей. Первое. Низшее. Хотите второе? Ну, ладно, так скажу, но познакомься только. Второе. Тут важно чуть-чуть забраться в себя, в свою жизнь. Я когда-нибудь что-нибудь делал худое? Ну, ну да, что-нибудь делал, да? И по отношению к другим людям тоже делал? Тоже делал. И делал, и мыслил, и чувствовал, и ждал, и желал. Вторая ступень. Господи, я теперь понимаю, я достойное по своим делам получаю. Вот она, вторая ступень, достойное по делам своим я получаю. Разбойник правый, который был распят справа от Христа, сказал это, осознал это. Что в ответ получил? Сегодня же будешь со мною в раю. Такова вторая ступень. Господи, достойное по делам своим. Трудно это, потому что я же всё-таки хороший, и вдруг по моим делам. Да я ничего особенного не делал, Господи! Да? Ничего не делал. Нашёлся. Святой. Вторая ступень. Ну, если хотите, могу третью, конечно. Конечно. Ну, не знаю, говорить или нет. Говорите, говорите. Открывайте эту тайну. Ну, если обещаете, что будете восходить. Восходите. Да. Ну, ладно, тогда так и быть, уж скажу. Третье. Поскольку я понимаю, что я достойно и по своим делам получаю. Но я верую, Господи, что ничего со мной не происходит такого, что было бы со стороны Бога, как некая месть, как какое-то наказание. Исаак Силин пишет. Бог ничего не делает ради возмездия, а всё, что совершает, только ради той пользы, которая принесёт это деяние человеку. И если я верю, что, Господи, Ты действительно есть любовь, и что всё, что со мной происходит, это происходит не до какой-либо случайности. происходит достойное, конечно, но не только достойное. А это происходит по любви Твоей, ибо Ты врач, Господи, а не палач. Поэтому третья ступень. Господи, благодарю Тебя за то, что со мной это произошло. «Благодарю Тебя!» Хочу вам сказать, тот, кто действительно во время тяжёлых жизненных обстоятельств скорбеет, прямо начнёт говорить «Господи, благодарю Тебя! Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя!» Сколько будет говорить? Десять, двадцать, сто раз! Убедиться очень скоро! Слышите, что говорю? Интересные вещи. Очень скоро убедиться, как скорбь души и сердца начинает уходить. Начинает уходить. И то, что было прям душевным страданием моим, превращается в успокоение и ещё большее благодарение Бога. Вот, оказывается, христианство – опытная наука не компьютер, не компьютер, а опытная наука. Поэтому тот, кто хочет, пожалуйста, проверьте. Проверьте! Скорби бывают? Бывают. У всех? У всех. «Благодарю Тебя, Господи!» «Слава Тебе, Господи!» «Благодарю Тебя!» «Слава Тебе!» Сколько раз? Сто, двести, триста! И увидите, увидите, что сначала протест души, потом душа перестаёт сопротивляться, потом уже она начинает сочувствовать, сердце начинает сочувствовать уму, и уже человек от всего ума и от всего сердца благодарит Бога. И наступает мир, скорбь души снимается, а затем очень часто и происходят обстоятельства, которые изменяют изменяют то, что произошло. Слышите как? Три! Ну всё, теперь познакомились, да? Все обещают, ой, как хорошо, я ничего делать не буду, это вы делаете. Да? Всем это необходимейший совет. Игнатий Брянчанинов, святитель, прямо рекомендует это. Прямо рекомендует это делать. Христианство, видите, какой даёт выход. Без христианства человек страдает и страдает и страдает. А оказывается, можно снять с души своей это страдание, и мы не делаем. Мы православные, видите, мы что знаем? То, чего никто не знает. Только мы православные. какое есть решение, решение этого тяжелейшего вопроса в нашей жизни. Спасибо за субситры, Всем привет! Редактор субситров, вина former Продолжение следует...